В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе масштабно отметили 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Дорогие ветераны, низкий поклон каждому из вас и вашим семьям за все, что вы делаете и сделали. В образовательном центре «Успех» открыли парту героя в памяти солдата российской армии Николая Бурьяна. На боде стоят музеи, и дети смогут подходить, и для них будет пример. В здравительном центре «Дельфин» состоялся кубок Евгения Рылова. Дети помладше возраста, но приходят на мои основания. В Ленинском городском округе масштабно отметили 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Главным праздничным событием стал митинг и возложение цветов к вечному огню на Аллее Славы города Видное. Под звуки встречного марша знаменная группа вносит флаги и знамя победы, и митинг на Аллее Славы объявляется открытым. Первым с днем Великой Победы собравшихся поздравил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Дорогие ветераны, низкий поклон каждому из вас и вашим семьям за все, что вы делаете и сделали. Мы в огромном долгу перед вами, и только благодаря вашему мужеству и вашей отваге мы сегодня здесь, под этим небом. С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Участниками торжественного мероприятия стали жители, учащиеся образовательных учреждений, представители администрации, организации и служб муниципалитета, а также депутаты. С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые приблизили ту Великую Победу, пережили те Великие годы несчастья, но выковали Победу для нас. День Победы – один из самых значимых праздников для нашей страны. Его отмечают в каждой семье, в каждом доме и бережно хранят воспоминания о подвиге предков. В моей семье воевал дед, он воевал на знаменитой Сапун-горе, Степанов Петр Кузьмич, он был ранен, он был удостоен ордена. Мы помним его, он сегодня прошел в электронном бессмертном полку, так что мы детьми уже знали, что наш дед – герой и до сих пор помним, передаем это, наши дети знают и внуки уже знают. Многие жители пришли на Аллею Славы с портретами своих героев. Это мои бабушка с дедушкой, родители моей мамы. Они прошли всю войну, дошли, они окончили, как встретили Победу, будет вернее, Польша. Вернулись, слава Богу, домой живые, здоровые. Особенно трогательным стало выступление десятиклассницы Ярославы Грачевой со стихотворением о том, как подвиг защитников Родины, победивших в самой страшной войне, служит путеводной звездой для подрастающего поколения. И судьбу замешивая круто, чтобы любить, сражаться и мечтать, чем была оплачена минута, каждая, при каждой минуте, смеем ли мы это забывать? После минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны участники митинга возложили цветы к вечному огню. Наталья Буслаева, Алексей Астафоров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На площади возле кинотеатра «Искра» состоялся большой праздничный концерт «От победы к победе». Сотни жителей и гостей Ленинского округа собрались здесь, чтобы послушать песни военных лет и почтить память павших воинов. Фотозоны и мастер-классы, выставка оружия и военные техники, интерактивные площадки, полевая кухня и увлекательная концертная программа собрали возле кинотеатра «Искра» сотни жителей и гостей Ленинского округа. Идея этого концерта состояла в том, чтобы соединить победу 45-го с, я надеюсь, и все мы надеемся, с победой следующей. Участниками концертной программы стали коллективы различных муниципальных учреждений культуры и образования. На сцену в этот день вышло около 300 артистов. Гордость за наших дедов, прадедов, которые нам подарили мирное небо. Это гордость выступать в этот день, в этот праздник, на этой сцене. Особое внимание как детей, так и взрослых привлекла выставка стрелкового оружия Великой Отечественной войны. Каждый экспонат можно было потрогать и взять в руки. Один из самых необычных экземпляров – автомат Томпсона. В него входило до 100 патронов, то есть там разные были емкости, но до 100 патронов. Он очень тяжелый становился. Поэтому армейцы, они, конечно, и неудобные. Поэтому армейский вариант, он с магазинной подачи. Все образцы, они деактивированные, то есть это не просто какие-то макеты или непонятные сувениры, а это действительно настоящее стрелковое оружие. Дети активно участвовали в мастер-классах, украшали пряники, рисовали тематические открытки. Я рисую белого голубя, и чисто не было. Белый голубь – это символ мира, любви. Для каждой российской семьи День Победы – дата особенная, ведь эта война никого не прошла стороной. Поэтому люди понимают, насколько важно хранить память о подвигах и судьбах предков и передавать ее молодому поколению. Говорим о наших предках, которые воевали, о наших дедушках двоюродных, бабушках двоюродных. Рассказываем, как тяжело было нашим дедушкам, которые были дети войны. Это особенный день гордости, памяти, уважения к подвигу всего народа. Важно не забывать, какой ценой досталась нам победа. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. День Победы эти люди приближали как могли, ценой собственных жизней, ради светлого будущего последующих поколений. В преддверии 9 мая ветеранов Великой Отечественной войны поздравили представители администрации Ленинского городского округа. После нелегкого военного пути долгие годы ветераны продолжали участвовать в парадах Победы. Марши шли по центральным улицам городов, но время берет свое. Сейчас, будучи в почетном возрасте, многие герои Великой Отечественной войны уже даже не выходят из дома. Поэтому пару лет назад появилась традиция, которая реализуется и в Ленинском городском округе. Представители администрации вместе с артистами и музыкантами сами посещают ветеранов. Поздравляют, дарят подарки, артисты дают концерты под окнами. Выходила на реку Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на реку Катюша, на высокий берег, на крутой. Один из героев, стоявших на защите Родины, Михаил Никитович Доля. Доброволец специального отряда КГБ, кавалер Ордена Ленина, чей подвиг чтят и не забывают. К нему в гости пришли представители администрации Ленинского округа, чтобы вручить подарки от главы муниципалитета Станислава Катарова и от губернатора Московской области Андрея Воробьева. С нетерпением ждали поздравления и в доме ветерана Бориса Харитоновича Канельского. Война застала его 15-летним подростком. Юноша служил в артиллерийском полку, участвовал в освобождении Варшавы. Его грудь покрывают награды, полученные за боевые заслуги. Одна из них – медаль за взятие Берлина. Подвиг навсегда остался в сердце и на устах героя. Мы победили в этой войне, которая прославила всю нашу Родину на все времена. Да здравствует наша Красная Армия, да здравствует 9 мая. Ветерана поздравил заместитель главы Ленинского округа Эдуард Арадушкин. Со словами огромного уважения, благодарности, низкий поклон за то, что вы сделали для всех наших поколений, для нашей страны. И мы будем вам всегда благодарны и всегда помнить то, что вы сделали. Спасибо вам, Борис Харитонович. Внучка Бориса Канельского отмечает. В Ленинском округе каждый год 9 мая для любимой дедушки готовят нечто особенное. Каждый год это проходит на высшем уровне. Музыка, оркестр, поздравления, администрация. Мы с огромной благодарностью ко всем, кто это организовывает. В Ленинском округе проживает свыше 300 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 8 – участники военных действий, свидетели тех страшных событий. Это Михаил Никитович Доля, Борис Харитонович Канельский, Иван Григорьевич Сериков, Виктор Васильевич Жажин, Евгения Владимировна Белоногова, Галим Авхалиевич Ахмадиев, Раиса Степановна Харланова и Александр Александрович Ковальчук. Праздник пришел в дом каждого ветерана. Мы ежегодно навещаем, оказываем знак внимания от администрации, от губернатора, передаем адресные поздравления. Стараемся в этот праздничный день поднять праздничное настроение нашим уважаемым, дорогим ветеранам войны, детям войны, тех, кто застал те суровые времена. Эти люди подарили нам жизнь и надежду на светлое будущее. Теперь наше время оказывать им поддержку и внимание. Инга Инчук, Алексей Стафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Еще одним уголком Ленинского городского округа, где состоялись праздничные мероприятия, стал поселок Развилка. Здесь представители руководства муниципалитета и депутатского корпуса также нашли теплые слова, обращенные как к ветеранам, так и к подрастающему поколению. Продолжит Максим Козлов. Более 33 тысяч жителей Видновской земли ушли на фронт. Погиб каждый третий. Выступая перед собравшимися на торжественном митинге в честь 9 мая в поселке Развилка, глава Ленинского округа Станислав Катаров отметил важность сохранения памяти о каждом, кто внес свой вклад в победу. Наши земляки участвовали в боях за Москву, курс в Сталинград, дошли до Берлина. Те, кто остался в тылу, работали в колхозах, на заводах, помогали выхаживать раненых в госпиталях. В нашей памяти вечно будет жить подверг тех, кто ценой тяжелейших усилий, не щадя своей жизни, освободил мир от фашизма. Нынешний праздник отмечается с особым чувством. И сейчас, как более 70 лет назад, жители округа, участвующие в СВО, защищают рубежи России. Лишь благодаря работе наших ребят, мы, наши жители, мы можем спать спокойно. И от всей души хочу пожелать нам всем, конечно, мирного неба над головой, крепости духа, единства, стремления приближать нашу новую победу. С теплыми словами и пожеланиями к участникам специальной военной операции обратился и житель поселка Развилка, ветеран Великой Отечественной войны Александр Александрович Ковальчук. Как участник той войны я хочу передать нашим ребятам, которые сегодня сражаются за свободу, за величие нашей Родины, пожелания здоровья, успехов в их боевых действиях и, естественно, скорейшего возвращения на Родину. Эти цветы – дань уважения не только тем, кто в далекие годы защищал страну с оружием в руках, но и людям, в жизни которых война оставила глубокий след. Война началась, мне было 6 лет. Да, закончилась. Я забыла, сколько у меня. А закончилась уже 9 лет. Я в школу ходила. Вы не помните. Да, я немного ела. Я в Липецкой области жила. Очень голодно было. Немцев у нас не было, но просто страшное дело было. Отрадно, что среди тех, кто сегодня принес цветы к памятнику защитникам Отечества, немало молодых людей. У меня воевал прадед, его зовут Чистяков Иван Федорович, и он участвовал в блокаде Ленинграда и перевозил продукты и медикаменты через дорогу жизни. Именно память о тех событиях, передающаяся из поколения в поколение, является залогом мирного будущего России. Максим Козлов, Наталья Буслаева, Алексей Астафуров, Гульнар Балаева. Видное ТВ. В образовательном центре «Успех» поселка Дрожжино в торжественной обстановке открыли парту героя, посвященную памяти солдата российской армии Николая Бурьяна. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Астаферова. Николай Бурьян родился 11 марта 1998 года в городе Городовиковск, республике Калмыкия. В 2006 году вместе с семьей переехал в Ленинский городской округ. В 2014 мужчина поступил в колледж «Свер и услуг» города Москвы. С самого начала специальной военной операции Николай понял, что ему необходимо присоединиться к другим патриотам своей родины. И в сентябре 2002 года ушел на СВО. Прошлым летом боец получил смертельное ранение. За проявленное мужество и отвагу Николая Бурьяна посмертно наградили Орденом Мужества. А в память о герое в образовательном центре «Успех» открыли символическую парту, названную его именем. У него будет своя именная парта в новом образовательном центре. Она будет стоять в музее, и дети смогут подходить. И для них будет пример его мужества и отвага. Очень символично, что это парта героя. Она отсылает нас к тому, что героями не рождаются, ими становятся. И, наверное, именно в школьные годы происходит формирование характера, формирование ценностей, которыми потом человек живет всю жизнь. В рамках федерального партийного проекта «Единая Россия. Новая школа» такие парты героев открывают в разных образовательных учреждениях Ленинского городского округа. На этом торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, настоятель Спасского храма, а также семья Николая Бурьяна. «Он сказал, видно, мама, это судьба, надо идти. Он не убежал, как другие. Он взял себя в руки и пошел. Он уже не плакал, он уже не поворачивался, он просто стал мужчиной». В знак уважения памяти героя ученики школы совместно с гостями мероприятия почтили погибшего участника СВО минутой молчания и возложили красные гвоздики. «Дети должны, получается, смотреть и не забывать о наших героях, которые воюют и воевали за нашу Родину, за Россию». «Время выбрало нас. Именно так говорят солдаты и офицеры. Их подвиги будут чтить и помнить всегда. А такие символические парты будут напоминанием для будущих поколений о героизме бойцов». На стадионе «Металлург» прошла очередная игра в рамках первенства Московской области по футболу. В гости к видновским спортсменам приехали воспитанники спортивной школы «Сатурн» из Раменского. Несмотря на прохладную погоду, встреча на стадионе «Металлург» получилась жаркой. На четвертой минуте лучший бомбардир видновской команды Александр Масленников направил в ворот соперника первый гол. Дальше инициативу перехватили раменские футболисты спортивной школы «Сатурн». Но лишь до начала перерыва. Во втором тайме хозяев поля было уже не остановить. К игре футболисты «Металлурга» подошли в хорошей форме. И во второй 45-минутке позитивных моментов было много. Высокий процент реализации мячей позволил красно-белым вырваться вперед. Итоговый счет встречи 4-0 в пользу видновской команды. Но несмотря на отличные цифры на табло, у тренерского штаба «Металлурга» остались замечания. То, что мы умеем, то, что мы тренируем и готовим, конечно, не в полной мере показали сегодня. Особенно выпала игра в первом тайме. Во втором тайме более-менее задвигались и совсем по-другому сложилась игра. По словам главного тренера команды, шансы у «Металлурга» на дальнейшие победы есть. А впереди у видновчан упорные тренировки 6 дней в неделю. Кто не ошибается, что это ничего не делает. Я на подачу, моя работа забивать голы. Я забил первый гол, заработал пенальти, который мы забили. Поэтому, можно сказать, свою задачу выполнил. Но всегда есть над чем работать. Конечно, были ошибки, буду стараться исправлять. Приходите болеть за видновский «Металлург». Расписание матчей в социальных сетях клуба. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В центре «Дельфин» состоялся кубок Евгения Рылова. В соревнованиях по плаванию приняло участие порядка 200 юных спортсменов из 10 округов Московской области. Кому из них удалось одержать победу, расскажет Юлия Астаферова. В оздоровительно-образовательном центре «Дельфин», который на сегодняшний день имеет два филиала, занимается более 4000 детей и подростков. В бассейне в поселке Развилка когда-то начинал свою блестящую карьеру двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион Европы Евгений Рылов. Вот уже не первый год в честь прославленного спортсмена здесь проходит кубок Евгения Рылова. В этот раз в соревнованиях приняли участие как воспитанники центра, так и гости из 10 округов Подмосковья. Программа построена таким образом. У нас будет вначале комплексный, комплекс, ребята показывать будут. Потом будет индивидуально. Это у кого бетерфляй, у кого спина, это 50 метров кто-то, брасом будет. И будут командные эстафеты. Подобные турниры – это основа развития профессионального спорта. У начинающих спортсменов появляется уникальная возможность встретиться с легендарными титулованными пловцами, которые служат хорошим примером. Именно так и появляются будущие звезды российского плавания, которые в дальнейшем будут представлять страну на международной арене. Даже в небольшом поселке, даже на короткой воде, в маленьком 25-метровом бассейне, можно вырастить олимпийского чемпиона. И я прям хочу обратиться ко всем, кто только делает первые свои шаги в спорте. Не останавливаться, добиваться результатов. И только трудолюбие, упорство, спортивная злость способны привести к большим победам. Евгений Рылов уже вписал свое имя в историю не только российского, но и мирового спорта. Когда-то я приезжал, до сих пор приезжаю на Кубок Сальникова, теперь уже дети помладшего возраста, но приходят на мои основания. Такое же достижение хорошее, как и выиграть олимпийские игры. И вот он, пьедестал победителей. На третьем месте команда из Одинцова, на втором ребята из Раменского, а Кубок Евгения Рылова завоевали спортсмены из Видного. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok